Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Семья Видеоблог. И в эту пятницу прошла новая прошивка Mi 10.8.7.26 для первой и второй волны смартфонов. И, конечно, я сделал обзор, сразу сделал, что изменилось, что новое. Но за один день пользование нереально заметит все, именно все изменения, все мелкие. И вот за пользование вчерашней, за сегодняшний день я увидел, что еще что-то поменялось. Также мне подписчики помогли. И я хочу сегодня у меня этих мелких изменений, которые я не заметил, рассказать вам. А также обсудить новую камеру в Redmi Note 4, там добавили 60 кадров в секунду Full HD запись. Это классно, но насколько классно это реализовано, мы посмотрим в этом видео. Мы узнаем в этом видео, погнали. И первое, это анимация очистки. Она действительно поменялась, классно выглядит, такая прикольная анимация. Извините, что так записываю, потому что, когда включаю запись экрана, то анимация выбивает запись. И запись не сохраняется, и пришлось таким наглядным методом вам показать. Но выглядит это прикольно. Наверное, мало кто из вас пользуется антивирусом, особенно на телефоне. Но сейчас, если зайти в безопасность, антивирус будет показывать то, что вы долго в него не заходили. То есть, если вы в него зашли 9 дней назад, он будет показывать, что вы были 9 дней назад. Надо зайти еще раз и проверить телефон. Я скажу, это прикольно придумали. И, наверное, это повысит все-таки посещение антивируса в телефоне. Также еще говорили, что поменялись значки в шторке. Да, и примерно вот некоторые значки, которые поменялись. Но, как по мне, здесь только изменилось GPS. По-моему, автояркость, мобильный интернет. Но, возможно, еще некоторые значки. Заметили ли вы это сразу, либо только после моего видео. Я, если честно, только заметил, когда увидел картинку. Также, думаю, вы знаете, если зайти в темы, там есть компоненты. Компоненты это части других тем, которые можно применять в тему, которая сейчас установлена. Можно применять другой экран, блокировки, конки, телефон, сообщения, рабочий стол. И все остальное это будет менять частично, менять вашу тему. Но, если зайти в строку состояния, сейчас строка состояния доступна только по умолчанию. Только одна. И из других тем ее поставить нельзя. Я не знаю, почему так сделали. Наверное, потому, что еще к десятке, но строка состояния, которая отвечает за шторку. А шторка это то, что очень сильно поменялось в десятке. Некоторые темы несовместимы. Из-за этого, наверное, пока убрали строку состояния в изменении, чтобы допилить полностью совместимость новых тем с новыми MIUI 10. Теперь моя любимая тема. Поговорим о 60 кадрах в секунду в записи видео. Как вы знаете, недавно добавили в Redmi Note 4. До этого добавили в Redmi Note 5. И смотрите, еще добавили количество FPS в выборе видео. Например, добавили сначала на Mi 6. Я сказал, что, возможно, это знак тому, что скоро добавят 60 FPS в Mi 6. Но потому, что зачем писать количество FPS, если так по стандартам понятно, что записывают все в 30. Но когда на Redmi 4X добавили тоже количество FPS, а я знаю точно, что на Redmi 4X не будет 60 FPS, потому что ни процессор, ни камера не тянет, то теперь у меня есть сомнение, что на Mi 6 тоже будет 60 FPS. И это просто сделали... Ну, просто троллят, потому что и так ясно, что по стандарту видео записывают в 30 FPS. Но в прошлой прошивке, еще раз повторюсь, Redmi Note 4 добавили 60 FPS. Давайте посмотрим, как оно работает. Ну, как вы заметили, здесь непонятно что, потому что запись без звука, видео два раза быстрее, она ускорена. И потом, после 5 секунд записи, запись идет, но видео останавливается, картинка останавливается, не идет дальше. Но это явно что-то недопиленное, что-то экспериментирует. Это еще было на первой китайской Альфе, но уже прошел месяц, пока для Global ничего не поменялось. Пока вот так вот, так что функция пока не юзабельная. Но изменения в камере в Redmi Note 4 все равно присутствуют. Как вы видите, поменялся интерфейс, все выглядит намного лучше, появились некоторые мелкие функции, которые есть на новых камерах, на Mi 10 и вообще, которые есть во флагманах. Также появился эффект боке для селфи-камеры. И это классно, и говорят, что классно работает. Теперь будем ждать, когда появится боке для задней камеры. Для сравнения, вот интерфейс камеры Mi 6 на Mi 10, а вот интерфейс Redmi Note 4. Как по мне, здесь еще есть выбор сцен, когда она авто подбирает, какую сцену сейчас на улице, и сама подстраивает яркость, контрастность. А в Mi 6 групповое селфи. Я считаю лично, что групповое селфи не сильно полезная функция, а вот подбор сцен лично на Redmi Note 5 я пользовался. Так что вот такие вот все мелкие изменения, последние прошивки, которые были в пятницу. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.